Персонально ваш сегодня политтехнолог Андрей Патолицын. Андрей Сергеевич, приветствую. Добрый день. Вчера появилась информация в нескольких СМИ о том, что Забелин уходит в отставку. Он отрицает, те люди, с кем я разговаривала, тоже это отрицают. Почему сейчас об этом заговорили? Ну, безусловно, попознавение Максима Васильевича отбыть из Башкирии в Москву, это начались они не сегодня, не вчера, и было давно понятно. И, в принципе, была информация о том, что вообще-то план был такой, что он должен был здесь получить вот эту строчку в трудовой книжке о том, что он возглавлял региональный Минздрав, чтобы с определенной позиции в Москве получать должности в федеральном Минздраве. То есть есть определенные условия, что человек должен иметь опыт работы в регионе, в ранге министра. Но вот так получилось, что я уже говорил об этом, пожалуй, где-то в эфирах и у себя в передачах, что вот там наложились события, это, значит, демонтаж правительства Медведева, это, значит, вот эти все вот события и так далее, и очередь, в общем-то, за хорошими должностями, в том числе и в Минздраве, она очень резко выросла, и Изобилин оказался там где-то в хвосте. В итоге он вот все еще в Башкирии, видимо, вот сейчас вот предпринимает какие-то отчаянные попытки как-то где-то там чего-то договориться, ну и, видимо, где-то просочилась информация. То есть, в принципе, вот такие вот слухи об увольнении, уходе министров, ну или вот людей вот этого уровня, они обычно возникают по двум причинам. Либо это какая-то провокация конкурентов, да, то есть кто-то там, кто его собирался подсидеть, значит, вбрасывает эту информацию и потом, значит, смотрит, как на нее реагирует. Либо, да, либо просочился вот какой-то вот, значит, инсайт, что вот человек там, возможно, он отправлял документы, возможно, там еще какие-то вещи происходили. Это всегда очень сложно сделать в закрытом режиме, но вот я вот отношу это к этим двум вариантам. Ну, вообще, стоит отметить, что Изобилин довольно непубличный наш министр, почему-то, особенно в период коронавируса, когда, как мне кажется, присутствие Минздрава, чиновников от Минздрава, которые бы разъясняли, объясняли, там на пальцах практически показывали, как это все происходит и что надо делать, оно необходимо, но его нет. А с чем это может быть связано? Почему он вот такую позицию выбирает? Ну, с точки зрения чиновника, это очень обдуманная и очень выверенная позиция. У них сейчас логика такая, особенно в Минздраве. Чем меньше ты фиксируешься в общественном пространстве, тем меньше может быть потом вопросов, если что. То есть, в частности, вот сейчас у нас начнется, не дай бог, какой-то неуправляемый рост заболеваемости, а если бы перед этим Изобилин рассказывал, как все хорошо и как здорово, и как все стабильно, собственно, за него эту роль играет сейчас Хабиров, то тогда ему бы прилетели претензии. Проще и правильнее, ну, с точки зрения чиновника, который не хочет отвечать за свои действия, просто молчать. То есть, в любом случае, тебе ничего за это не будет. Вот. То есть, это объясняю на вопрос, почему он так себя ведет. А так-то, в принципе, он вполне себе коммуникабельный, веселый, такой дяденька, то есть, как бы... Ну, я имею в виду именно как министр... Ну, как чиновник, вот он себе выбрал такую тактику, и отчасти она, ну, оправдывает себя. Ну, вообще, вот не помню ни одного какого-то совещания у Хабирова, где была какая-то критика открытая в сторону Минздрава, хотя вот другие комитеты, другие министерства так или иначе периодически получают. Ну, во-первых, Изобилин четко видит концепцию и тенденции, которые идут из федерального центра. То есть, когда, значит, пошла концепция к тому, что, так, у нас все снижается, у нас плато, там начали вот это плато, плато, вот это вот заклинание. Вот помните, да, начало лета? Все, выходили и выходили на него. Изобилин взял под козырек и стал сокращать количество заболевших в день. То есть, они у него сразу падали, и там почти, чуть было не превратились в ноль. То есть, вовремя остановили процесс. Ну, то есть, он делает все правильно, Хабиров в этом ничего не понимает. Он видит, что Изобилин, в принципе, не вызывает никакого недовольства федерального центра. Это все, что нужно Хабирову, ну, в тех областях, которых он, условно говоря, не очень понимает, или в которых он не участвует. Вполне себе разумная позиция. То есть, ну, Хабиров не врач и так далее. То есть, а государственная задача вроде как исполняется. Все нормально? Вы вот сказали хорошую фразу, что когда появляются новости про чью-то отставку, это либо вброс конкурентов, либо просто что-то просочилось. Давайте тогда во времени вернемся на неделю назад, когда стали появляться новости про отставку Роу Мурзагулова, потом про отставку Фанура Ягофарова, который не ответил, кстати, до сих пор ни на одно сообщение, по-моему, даже не прочитал с просьбой их прокомментировать эти истории. Вот это что было такое? Ну, это очень разные истории, на самом деле. То есть, вот по Фануру Ягофарова я, пожалуй, что подтвержу этот слух. Это будет первая жертва кадровых перестановок в правительстве. То есть, это будет тот вице-премьер, которого сократят. Почему? А самый ненужный. Вот вообще. В смысле, сократят, в принципе, не ища замены? Не ища замены? Ну, из 12 сделают пока 11. Ага. Вот. То есть, самый оказался, вот он просто бездеятельный, и у него, ну, ничего он не делает, вот только вот праздник костюма изобрел, и сам в него оделся. Вот и все. Не жалко. В смысле, вот такая логика. Так. А по поводу Мурзагула, конечно, ну, Ростислав, как говорится, собрал такое количество недоброжелателей, что сейчас вычислить там того, кто вбросил, или кто просто высказал такое желание, выдавая желаемое за действительное по поводу отставки, ну, наверное, не представляется возможным. Я понимаю, конечно, что самая главная его почитательница, это Руфа Гареевна, но и еще есть сотни людей, которые, собственно, этого желают. Так что, ну, тут определить того, кто в это вбросил, наверное, сложно. Хотя, ну, по Мурзагулову это, конечно, был вброс. Да, потому что все стали там сверяться, где он, что он, три дня на работу не ходил еще, кстати, так вот, ну, совпало одно с другим. Ну, у него бывает такое там человек зависимый. И, соответственно, как бы, ну, вот, вот совпало. Это был вброс. Уж за голову никто не увольняет, да. Что интересно, реальная отставка произошла на этой неделе, и вот ее почему-то никто не вбрасывал, и никто ничего не сливал. Про Сарбаева. Сарбаев ушел в отставку. Да, вот тут у нас, кстати, от слушателей вопрос про человек зависимый. Это от чего вы имеете в виду зависимый? Ну, от разных вещей, так скажем, да. То есть от начальства, от, там, погоды. То есть я не буду здесь уточнить, кто понимает, тот поймет. Окей, про Сарбаева. Вот эта отставка произошла. Человек работал на этой должности с августа 2019 года, да? Он приехал. Недолго, да. Да, то есть недолго. Год. Зачем нужно было это делать? То есть он не оправдал каких-то ожиданий, недостаточно развивал регион? Зачем нужно было назначать или зачем нужно было увольнять? Нет, ну, Сарбаев, насколько мне известно, опять же, да, то есть тут версий довольно много. Есть там официальная версия, есть неофициальная версия, есть версия там друзей, есть версия недругов. Но, по моим данным, Сарбаев не оправдал ожиданий, которые были возложены у него в связи с этим назначением. А ожидали от него вовсе не развития через корпорацию развития, а ожидали от него нейтральности в позиции в отношении команды Хабирова и вообще внутриполитического процесса в республике. Почему-то Хабирову показалось, что если Сарбаева вернуть в политику и дать ему вот этот джип и пиджак, то тогда он, значит, будет для него безопасен. Хабиров здесь ошибся в корне. Сарбаев был безопасен вообще изначально. То есть не имея джипа и пиджака, с джипами и пиджаком он стал полноценным участником процесса, а он так устроен, что он не может не участвовать. И участвовать стало настолько интенсивно, что вот пришлось уже вот, ну, единогласно, в общем-то, Малый Саннарком принял решение о том, что нужно избавляться от Раэля Сальховича, ну и, собственно, избавились. Надо сказать, что он ведь ушел по собственным желаниям. То есть ему сказали, уходи, он ушел. То есть это тоже говорит о некой неспособности к, там, какой-то, условно говоря, войне и противостоянию. То есть, ну, вот, то есть моя версия, что избавились. Вот так. А новый глава, который возглавлял корпорацию развития Крыма? Ну, это Наиль Габасов. Фигура такая, мне бесспорно, насколько мне известно, этот человек Назарова, то есть который с ним очень активно и плотно сотрудничал по Крыму. И еще здесь, в Уфе, сотрудничал, когда он работал. То есть он понятен и комфортен Назарову. Я думаю, что, ну, как Назаров все-таки в большей степени имеет отношение к экономическому блоку правительства, экономическим процессам. И этот, значит, Наиль, он вполне себе там будет понятные вещи делать внутри корпорации. Дело в том, что по уходу Сарбаева уже сейчас появились вопросы по корпорации. Ну, пока они еще до конца там не расследовали. Что на вопросе? Ну, вот по деятельности корпорации, да, то есть и по процентовкам договоров, и по многим-многим вещам, и по офису, и по затратам, и по издержкам. И я думаю, что господин Габасов, он, ну, будет более понятен, более рачителен и более, то есть, ну, то есть отвечает тем запросам, которые, скажем, тот же Назаров предъявляет корпорации развития. Вот с Сарбаевым, конечно, интересная история, да? Он у нас был-был, потом как-то вот так вот скрылся с радаров, и в прошлом году, значит, вернулся и возглавил эту корпорацию. Сейчас есть ли какие-то предположения, будет ли он где-то, ну, может быть, чуть позже куда-то назначен, какой-то пост займет, или нам просто можно про него уже забывать? Я думаю, что надо забывать. То есть, вы помните его исчезновение, потом вот эти вот появления в 16-м году на выборах, ну, вот эти вот, так скажем, недорогие спецэффекты, которые он так любит, они, ну, уже перестали работать, на самом деле. Вот это вот появление из кустов тогда вот, выход к журналистам, это не очень. И я думаю, что ему не будут предлагать ничего существенного, и если что-то и предложат, то это будет несколько за рамками его претензий и предположения о собственной значимости, соответственно, он, ну, вероятнее всего, откажется. Угу. Ну, раз мы так плавно к Назарову перешли, давайте тогда и продолжим эту историю. Вот его назначили, было довольно много, конечно, и хвалебного всего, и очень благостной реакции в Курултае. Прежде всего, что вы думаете по поводу этого назначения? Ну, я уже много раз об этом говорил и повторю. Мы можем только надеяться на то, что Назаров принесет хоть какой-нибудь здравый смысл в экономику и в управление экономикой Башкортостана. Вот я уже вот так вот теперь уже формулирую. Потому что его на данный момент просто нет совсем. Вот по поводу того, что нет совсем, есть указ, да, через неделю, по-моему, он был подписан после того, как Кабирова назначил. Тут, в общем-то, полномочия Назаровские урезаются настолько максимально, насколько возможно. Подписывать положение стратегии социально-экономического развития республики. Хотя, казалось бы... Не может. Не может. Исключили. Подписывать... Что у нас тут еще? По региональным министерствам, госкомитетам и ведомствам. Он не может ничего делать. Ограничивать количество сотрудников органов власти республики. Не может. Их служебных автомобилей. Не может. Подписывать распоряжение правительства о выделении бюджетных денег из резервного фонда республики. Не может. То есть ни тебе развития экономического, ни контроля за количеством и качеством вот этого вот состава правительства, ничего нет. А что тогда есть? Ну вот... А зачем тогда премьер? В первую очередь, что мне бросилось в глаза, это разночтение между программной речью Назарова в госсобрании, когда он огласил свои планы. Ну, то есть, как утвержденный премьер-министр, он выступил перед депутатами, рассказал, какие у него есть цели и задачи. Там грандиозные планы. Ну, дело в том, что они во многом идут по списку вот этих запретов. То есть, такое ощущение, что, выслушав его речь, кто-то в администрации Хабирова, рукой, очень похожей на руку господина Сизякина, написал вот этот указ. То есть, испугавшись подобных планов и полномочий, и подобных, значит, ну, как бы, значит, горизонтов, и вы же понимаете, что если что-то хотя бы из этого удастся, как один метко пошутил мой знакомый, если он выполнит хотя бы половину из обещанного, то его можно делать премьер-министром вселенной. В том смысле, что, ну, конкуренция, они боятся, работать не хочет никто. Кто-то написал вот такой указ, а Радий Фаридович по привычке, судя по всему, не глядя и подписал. Ну, потому что, если этот указ читать, то Назаров, он почти не премьер-министр. То есть, он... Раньше были дебаты на тему... Ну, вот в прошлой конструкции премьер-министр обладал полномочиями назначения замминистра. Да. И были дебаты, а должен ли он иметь право назначать министров. Вот это даже обсуждалось. А теперь даже замминистра не обсуждаются. Ну, кого он будет назначать? Водителей, что ли? Тогда вопрос, для чего вообще он нужен был, да? Да, потому что, ну, простите, есть понятный простой постулат. Любое управление, оно... И эффективность этого управления прямо пропорциональна масштабу власти, которая есть у управленцев. Ну, то есть, если власти нет совсем, то никакого управления не будет, хотя обратная зависимость, она не всегда очевидна. То есть, иногда есть власть, но тоже управления нет. Ну, если человек, например, дурак, да? Вот. Но даже, будь он с семь пядей во лбу, но не имея никаких полномочий, то есть, вот сейчас вот встанет вопрос. Ну, есть откровенные, очевидные конфликты, уже которые, ну, мы можем не считать их, как бы, какими-то там теориями заговора или какими-то предположениями, а можем считать их почти что, ну, достоверными фактами. Я имею в виду, внутри правительства есть некие конфликты. Например, там, общеизвестно, что Назаров и его блок конфликтуют с госпожой Бойцовой. И она настолько не устраивает их, как, ну, функционально и идеологически с точки зрения, там, ее манеры обращения с деньгами, манеры обращения с подчиненными и прочее, что они, ну, условно говоря, там, до синкразии, да? То есть, они не могут друг друга переваривать и не могут совместно работать. Но у Назарова нет полномочий ее уволить, а она, зная об этом, ну, будет просто гнусно хихикать. Так ведь? То есть, он ничего ей не может сделать. То есть, даже бросить ее в терновый куст. Так что вот это, вот это у меня, конечно, ужасно вызвало удивление и разочарование, если честно, потому что, ну, так не бывает. Причем интересно, что про Бойцову периодически мы как-то так вспоминаем и вспоминаем в неожиданных иногда местах. На днях вот наш депутат Гурсовета Артур Хазигалиев говорит, я проезжал мимо того вот этого бизнес-инкубатора, который они... Патюнкинского инкубатора. Да, мимо книжки, которую они с такой помпой открывали, а там пустота и куча проводов торчит, и, в общем-то, никого нигде нет. Но, тем не менее, вот все у нас хорошо. Потому что там массовку, видимо, нанимали в почасовом режиме. Аниматоров. Да, аниматоров в почасовом режиме, а даже не посуточно. То есть, ну, экономили на всем. Ну, вот да, вот меня всегда тоже очень смущала очевидность некоторых событий и почему на них нет реакции. Ну, то есть, если настолько очевидно... Вот было тогда, помните, эту историю, которую Арсен Нуриджанов тут очень широко раскручивал. Я тоже, помнится, в ней копался, когда какие-то немыслимые зарплаты, значит, вот этот вот увод там вот этих вот, значит, денег из одного фонда в другой, ну, и везде там Бойцова-Бойцова и немножко сбоку Сидякин. Вот они там много-много денег перевели из одного фонда в другой, зарплаты платили бешеные. Ну, это же было так очевидно. И почему, ну, никто никак не дает, не то чтобы не отвечает, а хотя бы оценку не дает вот таким вещам. Вот это вот... Ну, тут есть ответ же на этот вопрос у нас уже давно в республике. У нас же свои. А, ну да. Свои же, свои. Ну, то есть, что мы теперь имеем в остатке. Был Назаров, когда вице-премьером, все говорили, что он, по сути, исполняет премьерские полномочия и молодец, да? И все говорили, вот сейчас его назначат и вообще заживем. Тут выходит этот указ, и оказывается, Назаров-то, в общем-то, не особо чтобы заживет. Ну, тут есть выход. Он такой, скажем, очень примитивный, очень азиатский, в стиле там какой-нибудь, значит, конструкции Османской империи. Не обязательно иметь формальные полномочия, можно иметь неформальные полномочия, можно жить не по закону, а по понятиям. То есть, если, например, Андрей Геннадьевич будет иметь существенное влияние на мнение Радия Фаридовича, то ему вовсе не обязательно иметь полномочия. То есть, он может прийти и сказать, Радий Фаридович, я вот думаю, что там Бойцову надо уволить. Будет иметь, а он не имеет? Нет. Мы пока предполагаем об этом. Ну, декларируется, что имеет. Потому что и Хабиров, и Назаров оба в один голос заявляли о том, что они там братья навек, и там как бы очень хорошо друг друга понимают, рассчитывают на друг друга, там, и прикрывают спину в бою. Ну, вот есть еще, оказывается, там какое-то количество братьев, и вот этих вот своих, и так далее. Ну, есть такой вариант. То есть, неформальная власть. Здесь, конечно, очень скользкий момент. Тут начнутся вот эти вот подковерные игры. Хотя, честно говоря, я констатирую момент какой, что вот с приходом Назарова формально к власти премьер-министра подковерные движения слегка подзатихли внутри правительства. Почему? Ну, видимо, напугались. То есть, вот ждали вот этого вот указа о полномочиях, еще каких-то вещей, пытались сориентироваться, кто тут, значит, за кого, где, потому что там очень сложные конструкции стали появляться. То есть, пока затихло. Ну, посмотрим, вот как, каким инструментарием будет пользоваться Назаров, это совершенно непонятно. Тоже по поводу Андрея Назарова, когда стало понятно, что в Куралтай действительно там будут вот этот вопрос обсуждать, когда они обсудили, когда это все приняли, потом стали писать и говорить огромное количество людей, что вот сейчас он станет премьером наконец-то, да, и вот он нам будет какие-то классные вещи делать, и все так от него чего-то ждут. При этом все говорят, ну, он же, по сути, выполнял уже работу премьера, да, просто, ну, вот, фактически. А что ему мешало за этот год вот эти вот классные вещи начать делать? Вот в том-то и штука, что, да, были формальные, значит, ограничения, то есть должность премьер-министра, она подразумевает некоторые возможности, которых нет у первого вице-премьера. И в частности речь идет как раз о том, что запретили делать Назарову в этом указе. Речь идет, например, о формировании, значит, концепции развития региона. Речь идет о прямом участии в развитии и изменении деятельности ведомств. Ну, уж такие мелочи, как там численность чиновников и их автомобилей, это вот как-то, это какая-то унизительная такая, унизительное уточнение, что, дескать, и вот, и так далее, да, то есть, ну, нехорошо. Это как вот у Бабая тогда баню отняли, да, вот, вот, как бы вот, вот примерно так же из этой категории. И тут, видимо, Александр Геннадьевич немножко это переборщил. Но вот это, да, поражает. То есть, вообще-то, у Назарова должны были бы появиться вот эти вот полномочия. Плюс еще есть некие представительские возможности. То есть, условно говоря, ну, есть протокольные моменты, да, то есть, например, там, встречаться с премьер-министром Российской Федерации, там, с руководителями крупных регионов, да, и некрупных регионов. Ну, первому вице-премьеру или просто вице-премьеру, например, там, Фануру Ягафарову, это вовсе не по чину, да. А вот премьер-министру Республики Башкортостан это по чину, но это действительно еще и прописано во всяких там, значит, формальных документах. Вот в чем, собственно, разница. Что мешало там делать много-много добрых дел в экономике? Ничего, собственно, не мешало. Мешали только вот эта вот вся вот стая, которая, собственно, теперь опять осталась в безопасности, и теперь он тоже им ничего сделать не может. Тогда уточню. Если этих полномочий лишают премьера, у кого они должны сейчас быть? Они исключительно у Хабирова. У Хабирова. То есть все эти полномочия сейчас сконцентрированы у Хабирова, и тут, конечно, вот этот вопрос более чем философский, потому что это либо уже патологическое недоверие никому, потому что, ну, Хабиров рассказывал... Все держать в своих руках. Да, Хабиров рассказал, что, ну, ближе Назарова, и у него друга нет, значит, и он там доверяет ему и спину, и все остальные части тела, но при этом, ну, если он же ему не доверяет вот такие функции, ну, вот, либо это какая-то концепция, вот. Ну, и то, и другое, конечно, вредно на самом деле, потому что я много раз говорил, ну, Хабиров не очень понимает во многих отраслях, то есть начиная от медицины и заканчивая почти всеми экономическими процессами, и его участие, и его регуляторные функции вот в этих вот отраслях это только вред для республики. Ну, то есть, слава богу, он, наверное, не вмешивается в деятельность господина Забелина, то есть и не решает, там, сколько аспирина, там, и портстамола купить нужно. Ну, вот в остальном, конечно, беда. А зачем это Сидякина? Сидякин ощущает потерю власти, Сидякин залез в такое количество экономических процессов, что сейчас, ну, неизбежно стал вопрос. Если Назаров приходит с реальной властью к этой позиции, то, конечно, Сидякину придется отдать. Он уже влез, ну, вплоть до, вот, как бы, вот, тендерных вопросов. То есть, он уже сам звонит и дает указание изменить, там, победителя по тендеру. Ну, то есть, уже вот настолько низко спустились они в этой пирамиде и прочее, прочее. То есть, и, конечно же, Сидякину придется, ну, умереть свои аппетиты и свои вот эти вот проникновения в экономические вопросы. А если у Назарова не будет полномочий, Сидякин останется при чем-то своим. Вот все. Поменяем давайте тему, немножко ниже опустимся в статусе. Про выборы. У нас как раз вопрос от слушателя пришел, о том, что у нас в Башкирии прошли выборы. Не до выбора, правда, пишет нас слушатель Радик Хайльбиров. Говорит, что вы обещали Руслану Нординову из Чкмагуши помочь, но, видимо, что это пошло не так. Что именно пошло не так, если оно действительно куда-то пошло? Я тогда в открытом эфире обращался к нему, что если ему нужна помощь, он может всегда ко мне обратиться, я ему бесплатно помогу, там, консультациями, какими-то организационными моментами. Но он не обратился, он, как бы, видимо, счел, что у него все и так хорошо, в принципе. Так что, ну, тут, как говорится, была бы честь предложена. Ну, вообще, вот эти муниципальные выборы, они достойны того, чтобы на них, там, как-то обращать внимание, или это такая очередная история, маленькая, мелкая, для всех понятная? Ну, для меня это было исключительным подтверждением, особенно Нефтекамск было подтверждением, что концепция выбрана, определена, отрабатывается, и мадам Макаренко, значит, изо всех сил тренируется перед выборами в Госдуму, то есть и она оправдает, не подведет, не подкачает. Ну, Нординов, если уж мы с него начали, да, он не только получил довольно такую широкую известность этим летом как кандидат и несостоявшийся кандидат и снятый с выборов кандидат, но и как человек, который был одним из участников таких лидеров негласных протестов на Куштау, после, недавно, кстати говоря, вот, я сейчас не помню, к сожалению, какой это был телеграм-канал, стали писать авторы этого канала, что вот посмотрите-ка, человек купил новую дорогую машину, да, и, типа, никто не палится, вот деньги получили за эти протесты. Ну, это Мурзагуловские каналы писали, чего уж там грехотайте-то его... Я просто не помню, честно говоря, какой именно это был, поэтому, может, не буду. И так далее. Ну, да, я понял, о чем речь. Ну, вот его и Байбулатова, значит, обвинили в том, что вот они вот прикупили себе новые тачки. Да, купленные активисты, купленные протесты. Да, Байбулатов, собственно, выплатил всего лишь там остаток кредита за свою там Тойоту Камри, а вот Нурдинов, да, купил новую Киа. Ну, как здесь комментировать? Ну, во-первых, не очень прилично в чужих карманах копаться, во-вторых, ну, можно было бы задать вопрос, если уж это так интересует их, а в-третьих, тут, ну, они же, ну, фантазия этих товарищей, она прямо пропорционально вдыхаемым примесям, соответственно, значит, там, ну, даже дал им денег вообще. То есть я так смеялся вообще, когда вот Раэль Сарьковича упомянули в контексте финансирования, значит, наших вот этих протестантов. Ну, кстати, довольно давно начались разговоры про то, что Сарбаев финансировал протесты на Куштау. Да, господи, там кто только не финансировал. Нет, там еще были ваххабиты. Это понятно. Помните, салафиты, да, вот эти вот дивизии, Дивилова там туда-сюда шлялись из Медогорска в Куштау. Слушайте, ну, как бы в значимости ваххабиты, салафиты и Сарбаев, Сарбаев-то выигрывает. Понимаете, да, дело в том, что это последняя соломинка для вот этой вот компании Мурзагулова, его и его двоих друзей, Кельсинбаева-Барданова, в том смысле, что это последняя вот эта сценарная задумка, которая все еще пока осталась. Это вот ваххабиты-салафиты. Все остальное, значит, уже у них давно нивелировалось полностью, значит, аннигилировалось. Только вот на этой волне можно покататься. Ну, давайте поговорим, кто им платит, да. Вот еще чуть-чуть, и они договорятся, что вот Руслан Валиев тоже финансирует, значит, этих салафитов-ваххабитов, потому что он в представлении Мурзагулова им сочувствует. Ну, вот эти вот сослагательные наклонения тоже просто не смешно и неинтересно вообще. Я вот сейчас зашла просто на страницу Руслана Нординова ВКонтакте, и мне кажется, если бы мне сказали, что я купила машину на чьи-то деньги, я бы просто опубликовала декларацию о доходах, чтобы доказать, что у меня не есть эти деньги. Почему не было никакой реакции с его стороны? Или она действительно не нужна здесь? Ну, во-первых, я не знаю, есть ли у него декларация о доходах. Но как кандидат он должен был ее подавать. А, ну да, собственно. А, кстати, она, говоря, она есть в открытом доступе в таком случае. Вот очень сложно ее найти, если честно. Пытались. Ну, предположим, да. Не я одна пыталась. Каждый из себя решает сам. Я как человек, которого обвиняли неоднократно во всевозможных, значит, там, нелегальных обогащениях, там, за счет, там, саудовской разведки, за счет, значит, капиталов Ходорковского, покойного Березовского, и кого только, кто только меня не финансировал. Ну, еще я, кстати говоря, тоже по версии этих товарищей, еще и украл всю кассу Единой России. То есть я уже давно привык к этому. Например, для меня очень простая тактика. Я никогда не комментирую эти вещи. То есть пускай они думают все, что хотят. Ну, то есть вот по поводу таких вот обогащений и так далее. То есть, ну, так оно проще. Потому что как только ты ввязываешься в дискуссию с ними, тут, наверное, Руслан абсолютно прав, потому что переболтать Мурзагулова, наверное, не получится. То есть единственное, чем он владеет в совершенстве, это собственным языком. Соответственно, как бы, ну, здесь, наверное, Руслану нет шансов его переболтать, и Мурзагулова заболтает и вывернет это все так, как ему нужно. Соответственно, лучше не реагировать на эти вопросы. Ну, не знаю, слово в анонимном телеграмме и декларация о доходах подтвержденная. Ну, вот потому лучше не вдаваться в эту дискуссию. Что такое анонимный канал Мурзагулова? Это ни о чем вообще. Там 700 подписчиков, там, и все, да? И из них... Тем не менее, мы об этом сейчас с вами говорим. Ну, это вы заговорили. Раз мы так или иначе как-то Куштау затронули, больше месяца уже прошло, БСК пока молчит. Почему? Что у них там сейчас? Это очень интересная ситуация. Молчит не только БСК, но и СК. Потому что возбужденные уголовные дела, как будто бы возбужденные... И прокуратура, генпрокуратура. По указанию Владимира Владимировича Путина, между прочим, как-то они так забуксовали. И вот сейчас уже начинается немножко волнение, потому что, ну, очевидно, что, ну, противоположная сторона как-то даже очень не заинтересована в развитии этих уголовных дел. Ну, наверное, наивно полагать, что забудет Путин, и вообще все забудут о том, что это было поручено, потому что это было сделано в публичном пространстве. Так что, ну, вот это очень забавная история, очень она такая важная. То есть почему... Ну, естественно, БСК никаких действий не предпринимает. Они там сделали много-много заявлений о том, какие они, оказывается, хорошие, и как у них вот в ближайшее время все там, значит, будет ликвидировано, все эти белые моря и прочее. Есть у меня информация по поводу активности БСК в части вот бурения технологичных слажен на территории, на их территории, видимо, для закачки туда вот этой вот дистиллированной жидкости. Они разместили заказы некоторым буровым компаниям. Очень там интересно, сейчас вот мы занимаемся, но пока не буду говорить, там очень интересные обстоятельства этих событий, то есть как они сейчас бурят эти вот... Ну, такие весьма серьезные скважины, то есть нам много-много сотен метров и километров туда, значит, но с определенными нюансами производства. Но я к тому, что кроме вот этого всего ничего БСК не делает. Ну, как не делают? Они недавно были на выставке газ, чего-то там нефть. А, ну да, обнимались, жарко обнимались с Хабировым. Были очень красивые фотографии. Очень красивые, и девушка была ничего. А зачем они туда пришли? Чтобы что? Ни к газу, ни к нефти отношения вроде как не имеют. Ну, я думаю, что это была тоже такая, как сказать, месть господина Рапоты в том смысле, что Хабирова принудили вот к этим объятиям. То есть он должен был публично показать, что вот, ну, он же дошел до некого накала ненависти тогда, что это вредоносная компания, которая не идет на контакт, помните, да? Частные инвесторы там не звонят ему, и он вынужден взять там свои руки и национализировать это предприятие. Ну, вот после такого, видимо, Рапота нашел способы и возможности принудить Хабирова к тому, чтобы он изменил свою позицию, ну, по крайней мере, визуально. Он пришел на этот стенд, обнимался, этот, как там, Давыдов, да, вот этот вот. Да-да-да. Ну, это очень унизительная была картинка, вот такая вот, особенно, ну, в смысле вот для Хабирова. То есть, если уж ты объявил им войну, или ты там занял какую-то принципиальную жесткую позицию, ну, наверное, вот эти обнимашки, они были совершенно неуместны. А то там с девочками с этими фотографироваться, с Давыдовым там. Ну, это выглядело, конечно, не очень хорошо. Проходолазское месторождение, которое, как одно из возможных, одну из возможных замен Куштау и Таратау и прочим Кушиханам рассматривали, Лассербергер его это рождение выкупил. Есть мнение, что это было все специально сделано. Как вам кажется, действительно ли это все так? Ну, сделано это было, конечно, в какой-то очень странный момент. То есть, за 4 месяца до вот этой кульминации вдруг никому, в общем-то, не особенно нужно это месторождение. Не сильно там кто-то за ним гонялся, и не было никаких конфликтов, споров, торгов. По-моему, вспоминали только когда про Куштау что-то же сказал. Да, когда ссылались на какие-нибудь возможные вредки, и вдруг, бац, они выкупают. Только на этом строятся вот эти подозрения о том, что что-то здесь нечисто. А так, конечно, не знаю. Ну, вот настолько очевидно было найдено решение. И Марс Сафаров об этом говорил, и я, наслушавшись Марса Гелезовича, значит, говорил об этом, что, ребят, ну, вот копать вглубь еще можно много лет. Оказалось, действительно можно, да. Причем вот эти 7 лет, которые они обозначили, это еще так, для начала. Потому что они даже особенно технологически никаких ухищрений не делают. А там же много, ну, я как инженер могу предположить, что можно и обводнение вот это вот ликвидировать каким-то образом, да, то есть, ну, создать некую систему ирригации, и там, и технику иную загнать, и прочее, прочее. То есть, ну, есть варианты. Они вообще не хотели об этом думать. Вообще, да, мне очень нравится эта история, когда там в 16-м году все-все у нас там на следующий год заканчиваются ресурсы. Тут уже 20-й год они не заканчиваются. Тут еще 27-й год они все еще живут. Тут у нас вопрос пришел от нашего слушателя. Не подписано сообщение. Ваше отношение к шайбе, которую установили за полтора миллиона рублей. Реально ли мы заслужили это от команды кунаков? Я так понимаю, что речь про Стеллу. Ну, отношения у меня к этой шайбе глубоко негативные. В первую очередь, по форме, а не по содержанию, в том смысле, что кто установил, зачем установил, ну, и в итоге, что получилось. То есть, ну, я не хочу никаких крамольных сравнений проводить, но, ладно, вот даже вот эти ошибки, на самом деле, грамматические, а не ортографические, это все вторично, хотя, конечно, очевидны это ошибки Гагина. Потому что, ну, я как человек с рекламным прошлым знаю, что если заверяется эскиз... Да, он и не отрицал же. Да, то производитель не отвечает за то, что там написано. А если бы это были ошибки производителя, они бы ему бесплатно переделали. А во-вторых, ну, как правильно заметили уже те, кто потом всерьез проанализировали текст, Гагин стыдливо умолчал о важнейших постулатах декларации прав человека, выведя на передний план самые безобидные, самые бессмысленные. То есть речь идет о праве на протестовать и противодействовать властям в случае какого-то произвола и многих других правах, которые задекларированы в этой декларации. Об этом даже слова не было сказано. То есть он не вытащил оттуда именно в прямом смысле ни слова. Очевидно, что вот этот вот набор слов, он был настолько адаптирован и согласован с внутриполитическим блоком нашим, что вот там остались вот эти выхолощенные, значит, понятия. Это вот первое, что меня, в общем-то... Я считаю, что там нужно было написать право на протест, право на... Да, ну, там было много прав, то есть 20-е, 21-е и некоторые другие статьи, которые вообще никак не были затронуты. А потом там, кроме грамматических ошибок, были еще и ошибки такого плана, что указаны слова, которых нету, в декларации прав человека. Их просто вообще нет. Ну, сейчас я не вспомню, на вскидку, но вот это тоже в анализе указывалось, что вот этого слова там нет. Вот этого слова там нет. Откуда взял Игагин? То есть в итоге мы получаем какую-то вообще такую недорогую какую-то поделочку, ну, то есть чего люблю, того дарю, но, правда, на грантовые деньги. То есть смысла и, ну, вот такого смыслового воздействия на людей, на аудиторию, наверное, эта штука иметь никакого не будет. Эстетически можно много рассуждать, спорить. Ну, это вкусовщина, слушайте. Да, стилизация так себе слабенькая, но это, на мой взгляд. Ну, кому-то нравятся вообще вот эти наши человечки. Да, но если сравнивать с какими-то совсем ужасными вещами, наверное, это прекрасно. Вот про право на протест, раз уж мы сказали про это. Про ишимбайские протесты хочется тоже поговорить. У нас практически каждую неделю в Ишимбайе теперь такое местное развлечение, да, выйти на сход, на пикет или еще какое-то массовое мероприятие, которое обязательно не согласует, еще бы она согласовала, администрация Ишимбайского района, Ишимбая, и требовать отставки местного чиновника, местного главы администрации. Будет ли когда-нибудь в ближайшее обозримое будущее эффект вот таких протестов? Ну, он наступает, этот эффект, он наступает. Единственное, что он, конечно, так как бы кумулятивный. Если, ну вот давайте вернемся на Куштал. Давайте. Кто-нибудь ожидал вообще эффекта от этого палаточного лагеря, вообще от этого всего? Все, никто не ожидал. Все там посмели, схихикали и предполагали, что сейчас вот этот вот железный кулак ЧОПа, значит, сметет все это с лица этой горы и установит там, значит, требуемый порядок и прочее. Не случилось. Кто знает, как сейчас обернется вот эта вот ситуация? Почему так панически и серьезно относятся к этим протестам федеральный центр? Потому что они знают, что многие из этих процессов развиваются бесконтрольно и могут вылиться во что угодно. Ну, то есть от уличных беспорядков до каких-то вот хронических и очень таких агрессивных протестов. То есть потому что есть законы поведения толпы, есть законы накопления негатива и недовольства внутри определенных социальных групп, социумов, там вот проживающих конкретно в городе Ишимбае, в районе Ишимбаевском и так далее. Вот сейчас я наблюдаю, что в Ишимбаевском районе утвердилась потребность в смене главы района. То есть сейчас люди уже не сомневаются, что это нужно сделать. Единственное, что они вот экспериментируют со способами этого добиваться. То есть общеизвестно, что в случае, если они придут к выводу, я имею в виду, люди, которые так настроены, потому что ничего не помогает, они перейдут к каким-то радикальным способам. То есть это вплоть до криминальных и всевозможных, значит, там, неразрешенных законным способов. То есть если мы хотим этого дождаться, мы будем дожидаться так, как сейчас дождается этого администрация Хабирова. Это, конечно, интересная история, когда, казалось бы, маленький муниципалитет, и вроде как в муниципалитетах часто люди недоволены своим руководством, но никогда еще, мне кажется, не было такого, что из Уфы приезжают целые бригады полиции, стоят на въезде в Ишимбай и периодически там перекрывают, по-моему, дороги. Ну, они не пускали приезжающих, опрашивали, с какой целью они едут там. Ну, это вообще все абсолютно незаконно, то есть человек едет, у него все хорошо, он трезвый, документы нормальные, вдруг его спрашивают, зачем ты туда едешь? Ну. Просто. Хочу и еду, да. Нет, это, конечно, говорит, во-первых, о беспомощности самого главы Ишимбайского района, то есть он не может никакие процессы организовать, во-вторых, о готовности республиканской власти помогать. С новой силовыми методами. Ну, силовыми, полусиловыми, по крайней мере, административным ресурсом помогать, значит, этому Абдрахманову, и вот, ну, собственно, вот своих не сдаем. То есть они стоят на своем, ну, посмотрим. А если они добьются того, чтобы Абдрахманову все-таки сняли, вот не дожидаясь, да, какого-то там, того, чтобы этот протест небольшой пока перерос, потому что я так понимаю, что сейчас, если активисты, которые, ну, были центром протеста на Куштау, тоже подключатся и начнут созывать людей, ну, примерно такая же ситуация, может быть, конечно, не так много людей приедет там откуда-нибудь из соседних регионов, но, по крайней мере, там, из ближайших городов точно. А если все-таки снимут, есть ли какая-то вероятность, что вот эта отставка даст цепочку последующих отставок в других муниципалитетах, где тоже люди недовольны, но пока сидят и выжидают? В том-то и дело, что обязательно даст, это даже не вероятность, а гарантия. То есть почему, собственно, Хабиров упорствует? То есть технически ему заменить Абдрахимова, или как то, Абдрахманова этого... Абдрахманова. Да, Абдрахманова, вообще никаких проблем. Он понимает, я имею в виду, Хабиров понимает, что это вызовет сразу же волну аналогичных претензий. То есть, ну, больше половины районов предъявят примерно такое же требование. При том, что они будут видеть модель поведения, они будут видеть модус операнди, то есть как это было сделано в Ишимбайском районе. Они это все улучшат, мгновенно модифицируют, не будут совершать ошибок, которые были там совершены, это примет совершенно неуправляемый характер. Это, к сожалению, тоже как бы закон развития вот этих ситуаций, и Хабиров прекрасно понимает. То есть здесь ему надо стоять сейчас насмерть, вот... Не сдавать своих. Карать, сажать, придумывать какие-то способы и так далее, и так далее. Ждать зимы, чтобы было холодно, там, прочее, да, то есть вот не сдавать своих. Да он даже не столько свой, сколько он ему нужен. Сам Хабиров поразительным образом попал в зависимость от этого Драхманова. То есть вот как бы это смешно не звучало, но так вот есть. Ну, пока зима не пришла, можно ярмарки устраивать уже на этой неделе. Там песни, прятки, ярмарки, да, детей можно выпустить, танцевать там, значит, в колготках, вот как делали у нас на Доме профсоюзов и так далее. Ну, в Уфе тоже мэрия любит ярмарки устраивать на площади перед Дворцом спорта, да, когда... Постоянно действующие, да. Да-да-да, когда там какие-то есть протесты. От слушателей у нас есть еще вопрос по поводу YouTube-канала, который активисты Куштау собираются открывать. И я, наверное, продолжу этот же вопрос, немножечко его развернув. Активисты Куштау, которые вот тогда ситуацией вроде как занялись и сейчас вроде как ее решили, будут ли... Есть ли им смысл продолжать какую-то политическую деятельность? Ну, во-первых, это им решать. Я сегодня посмотрел их, вот этот выпуск первый. Первый, честно говоря, не очень впечатлился. То есть они, пожалуй, что перенасыщены собственной значимостью. Немножко, ну, как сказать, вот чуть-чуть надо на землю спуститься. Вот. Ну, нет, смысл есть, наверное, что-то делать. Если ничего не делать, то ничего и не получится. Вопрос только в каком качестве, как они будут это все организовывать. Ну, пока мне не понравилось то, что они сделали. Идея, может быть, и правильная. То есть надо, как бы, ну, поддерживать волну, подхватывать энергию, ее удерживать и множить. Но как они это делают, это не очень здорово. Время у нас вышло, к сожалению. Будем заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое, Андрей Техно... Андрей Петелицын, политтехнолог, гость программы сегодняшней. Хорошего вам дня и пока. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...